Добрый вечер! В эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария в студии Беслан Суидимов и в начале коротка главных темах выпуска. В Нальчике началось празднование Дня Возрождения Балкарского Народа. Торжественный вечер прошел в ГКЗ. Защитой прав предпринимателей республики займется бизнес-омбудсмен. Депутаты во втором чтении поддержали законопроект, предусматривающий создание новой должности. Как решить проблему кадрового дефицита в промышленности? Что предлагают директора предприятий и профильное министерство? Сегодня прошло первое в этом году заседание ведомственной коллегии. Кабардино-Балкария готовится к завтрашнему празднику в честь Дня Возрождения Балкарского Народа. 28 марта в республике объявлено выходным. Ну а мероприятия, посвященные этой исторической дате, начались еще накануне и продолжились сегодня. В Нальчике прошло торжественное собрание и концерт мастеров искусств. Это день, когда началось восстановление Кабардино-Балкарии как единой республики, зачитал обращение главы КБР Арсена Конокова, заместитель председателя правительства Мухаммед Кадзоков. От имени парламента и правительства республики, от своего имени сердечно поздравляю вас с этой поистине радостной датой жизни нашей республики. В этот праздничный день мы с чувством гордости отмечаем, что за относительно короткий исторический срок, с момента возвращения на землю предков болтарского народа, добился значительных успехов в экономическом, социальном и культурном развитии. В 1944 году целый народ погрузили в товарный эшелон и отправили в Азиатскую степь. Через 13 лет родные горы увидели далеко не все. Тем не менее, радость возвращения домой 56 лет назад была безмерной. В зале сегодня сидели представители и других национальностей, которые тогда всей душой приветствовали возвращение болтарцев в свои родные аулы. А на сцене выступали ведущие певцы и танцевальные коллективы республики. У предпринимателей республики теперь будет свой уполномоченный по защите их прав. Соответствующий законопроект во втором чтении был принят сегодня депутатами парламента КБР. Необходимость создания отдельного института в Кабардио-Валкаре, где стремительно развивается бизнес, назрела давно. Законодатели решили так, что должность бизнес-омбудсмена должна быть включена в государственный реестр. В целом на заседании обсудили около 40 вопросов. Контролировать достоверность сведения о доходах в имуществе и имущественных обязательствах народных избранников должна специальная комиссия. Решили парламентарии. Инициатива принадлежала спикеру, поддержали всем составом. Цель проекта – приведение регионального закона в соответствии с федеральным. Тем более, что каждый год парламент республики отчитывается перед федеральным собранием о своей деятельности. Практически все базовые законы Кабардино-Балкарской республики с указанием предмета регулирования и особенностей механизма реализации. Кроме законодательных актов рассматриваются подзаконные нормативные правовые акты, принятые в исполнении республиканских законов. Базовых законов в прошлом году депутаты приняли более 200, показатель – один из самых лучших по России. Заслуги наших депутатов Совет Федерации отметил. Полный текст доклада о деятельности парламента размещен в общем доступе на официальном сайте. Сразу после заседания члены президиума заслушали отчет, исполняющего обязанности министра по СМИ общественным и религиозным организациям Ухадина Кумахова. На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 800 некоммерческих общественных организаций, отметил он. Это национальные культурные центры, родовые объединения, профсоюзы и многие другие. Тех, кто выполняет социально значимую работу, государство поддерживает. Есть даже отдельная республиканская целевая программа. Диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Кабарнеобалкаре завершат раньше срока, обозначенного в приказе Минздрава России. То есть не к 1 июня, как того требует федеральное ведомство, а к 15 мая. Об этом накануне заявлено на совещании в Доме правительства, где вице-премьер Галина Портова заслушала отчет министра здравоохранения и курортов КБР. В текущем году предстоит осмотреть 3,5 тысячи детей до 17 лет. В заключение о здоровье каждого ребенка выдадут 13 врачей-специалистов. Соответствующие записи будут сделаны в электронных картах. По результатам диспансеризации определяют необходимый объем дополнительных исследований, наметят план дальнейшего лечения и составят индивидуальные программы профилактики. Детям, нуждающимся в высокотехнологичной медицинской помощи, будут предоставлены квоты на лечение в специализированных центрах федерального уровня. Министр здравоохранения и курортов Ирмашетова заверила, что все мероприятия по дообследованию, лечению и реабилитации выявленных больных детей будут закончены во втором полугодии. Галина Портова наметила график сроков по завершению диспансеризации в каждой поликлинике. Она подчеркнула, что важно не только организованно и в срок провести диспансеризацию, но и обеспечить затем качественное лечение обнаруженных болезней, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР. Возобновится ли строительство спорткомплекса, когда газифицируют новые микрорайоны в Тереке и появится ли в Инар-Экое своя амбулатория? Эти вопросы и не только стали основными на встрече представителей регионального совета сторонников партии «Дианая Россия» с жителями Терского района. Ответы выслушала Наталья Булат. Вопросы жителей Терского района представителей регионального совета врасплох не застали. О каждой проблеме муниципалитета власти знают не понаслышке, отвечая, когда же, наконец, начнется ремонт дороги. В Дейской нижней курб границы РСО Алания замминистра транспорта Юрий Харченко начал с предыстории. Трассу прокладывали в 60-х, когда и поток машин, и их грузоподъемность существенно отличались от нынешних. На восстановление полотна нужно ни много, ни мало – 540 миллионов рублей. Учитывая, что это половина суммы республиканского бюджета, которую мы тратим, ну, естественно, что на одну дорогу сразу мы не можем столько направить. Поэтому мы сделали попытку решить этот вопрос за счет свет федерального центра. И вот глава республики Аршен Баширович Коноков, он выступил инициатором трехстороннего обращения в федеральные органы. И, значит, обращение сейчас находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. Три стороны – это Кабардино-Балкария, РСО Алания и Ингушетия. Сейчас правительство нашей республики занимается разработкой проектно-светной документации, чтобы в случае выделения средств в следующем году сразу же начать работы. Ямочный же ремонт на трассе Дейская и Нижний Курп проведут уже этим летом. В Верхнем Курпе своя проблема заведующая детсадом Зарема Тенижева сетует, здание пришло в негодность. Здание очень старое, очень ветхое, стены с трещинами. Видим ходатайство, чтобы этот объект вошел в адресную инвестиционную программу. Уже с готовым проектно-светной документацией на адресную программу следующего года. Снова социальные объекты, снова необходимость в ремонте. Жители селения и наркоби беспокоят, когда будет введена эксплуатация сельская амбулатория. Адрес включен на 13-й год, вся документация сдана. Сейчас в дирекции единого заказчика готовится амбуционная документация на объявление торгов по сессии данного объекта. Включен в 13-й год, полноценный средство. Эта встреча с жителями района, представителей регионального совета сторонников партии, далеко не последняя. Причем единороссы готовы не только узнавать о проблемах, но и выслушивать предложения по их решению. Говорят, на местах виднее, как поступить правильнее. По выпуску промышленной продукции Кабардио-Балкария в лидерах по СКФО. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, самая низкая среди субъектов округа. Об этом сегодня на заседании коллеги заявил министр промышленности и торговли Роман Пономаренко. Впрочем, говорили не только о достижениях. Тема продолжит Жанна Гуляева. Министерство промышленности в прошлом году сработало хорошо, подчеркнул первый вице-премьер правительства Казиму Янаев. Но при этом членам коллегии рекомендовал прислушаться к заявлениям промышленников. Телемеханика, например, вдвое ускорила выпуск продукции. Объемы производства превысили 150 миллионов рублей. Заключаются новые контракты, отметил директор Аслан Каиров. Однако, развитию мешает одна проблема – кадровый дефицит. Наши институты готовят менеджеров, бухгалтеров, бакалавров, магистров. Но нам нужны простые, нормальные советские инженеры, которые имеют хорошую базовую инженерную подготовку. Сегодня уже на современном оборудовании не будут работать старые токари, старые фрезеровщики. Здесь должны быть люди с инженерным образованием, хорошо владеющие компьютерными технологиями. Завлечь молодежь на производство можно только хорошей зарплатой и предоставлением жилья. Этим вопросом правительство республики намерено вплотную заняться в этом году, отметил Уинаев. Вопрос уже обсуждался в федеральном министерстве. Более того, добавил первый зампред, надо вкупе решать и проблему трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. При утверждении постановления коллегии, Минпромторг призвали активнее сотрудничать с Торгово-промышленной палатой и Союзом промышленников и предпринимателей республики, активизировать работу с региональными представительствами. У нас для справки 12 представительств Кабардино-Балкарской республики в различных регионах Российской Федерации. Я бы хотел, чтобы министерство в ближайшее время собрало нормальное совещание, провело, поставили задачи, и чтобы эти представительства заработали на нашу республику. В самой республике надо более ответственно относиться к вопросам безопасности на рынках, подчеркнув Уинаев. Минпромторгу поручено провести проверку несанкционированных торговых точек. К вашему постановлению скорость написана о безопасности на торговых комплексах и несанкционированной торговле. Вы меня извините, но сегодня это самый главный вопрос. Сегодня все, которые люди там работают, у всех будут неприятности в том случае, если что-то там произойдет. Мы это не должны допустить. Промышленников призвали видеть в министерстве не только уполномоченное ведомство, но и партнера по бизнесу, которому можно обратиться за помощью и поддержкой. В завершение участников коллегии поздравили с наступающим днем возрождения балкарского народа. Жанна Гуляева, Наталья Булат, Аслан Хандохов, Вести Кабардино-Балкария. Фонд содействия реформирования УЖКХ проверяет результаты реализации в республике программ по капремонту многоквартирных домов и переселению из аварийного жилья. До конца недели рабочая группа совместно с надзорными органами должна осмотреть все многоэтажки, вошедшие в эти программы. Проверка охватит практически все городские округа. Это Нальчик, Прохладный, Баксан, Майский, а также три района. Зорский, Прохладинский и Баксанский. В некоторых муниципалитетах комиссия уже побывала. Также рабочая группа намерена рассмотреть жалобы и обращения граждан, поступившие на горячую линию фонда. Напомню, за последние четыре года по программам госкорпорации Кабардино-Балкарии было выделено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Софинансирование из регионального бюджета составило почти 400 миллионов. На эти средства отремонтировано полтысячи домов. Более двух тысяч граждан переселились из ветхого жилья в новые квартиры. Проверки проводятся во всех субъектах. И, как накануне заявил глава госкорпорации Константин Цейцин, 35 российским регионам грозит наказание за невыполнение программ в 2012 году. Свой профессиональный праздник отмечают артисты, режиссеры, костюмеры и рабочие сцены. Сегодня день театра, и в эти минуты в Нальчике начинается посвященный ему торжественный вечер. В танцзале собрались все творческие коллективы республики. Одна из главных интриг праздника – награждение лучших в профессии. Накануне Союз театральных деятелей КБР провел заседание комиссии критиков, где и были определены победители ежегодного творческого конкурса. Церемония будет проходить по нескольким номинациям, в честь которых лучшая режиссерская работа, мужская роль, женская роль и другие. Мы в течение года отсматриваем все спектакли театров наших. Потом жюри, три Союз театральных деятелей отбирают лучшие театральные работы. И сегодня мы собираемся их наградить. Мы привыкли, что они устраивают праздники круглый год другим. И зрителям, и людям другой профессии. А сегодня их профессиональный праздник. Грамоты Минкультуры КБР и денежные поощрения сегодня будут вручены 17 театральным деятелям, актерам, солистам и режиссерам. И далее о погоде на завтра расскажет Зухарап Шихачева. На этом служба информации завершает свою работу. До встречи на телеканале «Россия». Вам, милые женщины, только в марте в Ленароптике скидка на все товары и услуги 8%. Пусть праздник будет целый месяц. В магазине «Уфис и дом» итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальню московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик, улица Кирова, 294. Добрый вечер. В Центральной России установлен новый рекорд высоты снега выше 70 сантиметров. У нас же весенние дожди до 9 тепла. По информации Гидрометцентра России, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. До плюс 6 в Зольском районе. Здесь небольшие осадки. Переменчива погода у подножия Альбруса. Пасмурные временами мороз. Температура днем до минус 4, в ночь на пятницу минус 6. При нуле в Тарнаузе несущественные осадки. Дождь и ветер на большей части Баксана, Чигема и Норткалы, но довольно тепло. Плюс 8,9 по Цельсию. Положительные метеопараметры. Сухая погода в Прохладинском и Майском районах. А вот в Терском и Лискенском, скорее всего, не обойдется без дождя. Термометры покажут 7,9 тепла. Плюс 2 в Кашхатау с утра. К полудню потеплеет до 8 градусов, но сыро. В четверг днем в столице Кабардино-Балкарии воздух прогреется до плюс 5,9. Ночью плюс 2. Синоптики не исключают дождь. Таков прогноз погоды на завтра. Всего доброго.